Смотрите, сегодня ваша служба безопасности должна с 16.00, по-вашему, с 12.00 по Москве связаться с нами, вот по данному номеру телефона моей мамы, я представляю мою маму по доверенности, и провести интервью, ждать ли нам или нас опять обманут. Я договорилась, в принципе, с пансионатом, но если я договорюсь один раз, потом второй раз, нас туда просто пускать перестанут. А вы договаривались в интервью? Да, был звонок 6 марта, значит, нас переводили на какого-то там начальника отдела вашего контактного, и он делал запрос, и мы с ним договаривались. Она сказала, что назовите время, в какое вам будет удобно, чтобы связалась наша служба безопасности. И мы договорились вот на это время. Как вот подтвердить, что будет эта связь? А это не мошенники звонили? Ну, вообще-то мы звонили по номеру 900, и никаких обрывов звонка не было в середине. Были только переводы со специалиста на специалист. Очень четко слышно это было. Есть аудиозапись, я ее переслушивала, там нет никаких вот наводок на то, что это какие-то мошенники звонили. Это были все ваши сотрудники. Вот как это проверить просто? Потому что после вот этих всех вещей, вот когда ни в чем, мы уже ни в чем не уверены. Мы уже не уверены, что вы нас не кинете опять. Хорошо, сейчас информацию оточню. Примену, ты ожидайте, пожалуйста. Пожалуйста, ага. Мы ли бы очень благодарны. Примену, пожалуйста, а интервью у вас как для СМИ? Нет. Как для СМИ? Ну, неужели в безопасности об этом ничего не известно? Я же вам сказала. Мы разговаривали с вашими сотрудниками. Они переводили друг на друга к более старшим, более компетентным людям. И вот последняя инстанция нам сказали, что мы сделаем запрос на сеанс связи с вашей мамой, потому что у нее заблокировался личный кабинет, и для разблокировки служба безопасности должна с ней лично поговорить, с моей мамой. Я же сказала, когда вы можете видеозвонок заказать в Бербанке онлайн? Ну, как же мы закажем этот видеозвонок, если они заблокировали личный кабинет? Это же надо с ее номера заказывать. Когда вы будете рядом с ней, вы можете также дозвониться в банк. И заказать звонок можно? Прямо сразу ответят на него, на видеозвонок? Да. В этот же день? Да. Потому что нам-то сказали, что это так просто не делается. Я хотела в этот же день, когда рядом с мамой была, чтобы они с ней поговорили. И они сказали, так это не делается, только по запросу. Ну, хорошо, если вы запросы сделали, вам должны были сроки тогда озвучить. Мы озвучили. Ну, просто подтверждение этому какое-то должно же быть. Вот я сегодня этот день настал в связи. Вот мы туда поедем, на уши поставим весь пансионат. Там другая бабушка рядом находится. И ждать, ну, там же час времени мы уделили. Ждать, перезванивать. Все это будут слушать. Всех это побеспокоит. Если звонка не будет, мы там всех зря сбламутим. Поэтому мы перед поездкой пытаемся подтвердить. Ну, как обычно люди делают. Вот наступает день каких-то событий. Созваниваются и подтверждают, будут эти события или нет. Это же нормально. Мы не увидим, так как обращается не сам держатель. Да причем здесь увидите, вы не увидите. Мне связь важна, будет эта связь или не будет. Какая вам разница, кто спрашивает сейчас? Я ее дочь с ее телефона по доверенности у вас зарегистрированный. Вообще до 9 марта звонок. Как это до 9 марта, когда они нам сказали конкретно это число? То есть эту дату, это время. Нам важна информация до 9. Вы спросили, я вам ответила. Ну, нам-то они сказали, что будет в конкретное время. Вот переспросите, будет. Я не переспрошу, не увижу этого. И что мне теперь поселиться в пансионате рядом с ней? Как вы вот это себе представляете до 9 марта? В любое время они позвонят, когда я не буду рядом. Я же должна рядом с ней быть. Обращение. То есть мы сейчас приедем туда, зря прождем или как? Или мы позвоним к вам все-таки, как мы обещаем? Обращение находится на контроле. Ну, при чем здесь ваш контроль? Мне конкретно интересует, в это время означенное, с 12 Москвы до 13 Москвы будет связь с бабушкой или нет? Вот по этому номеру, с которого я звоню. По ее номеру. С 16 до 13.00 по местному времени. Да, по местному, по Кемеровскому. С 16 до 17.00. По Москве с 12.00. Эта информация только указана. Вот это и указано, что будет, да, связь? Эта информация указана. А гарантировать, что вам позвонят точно, я тоже не смогу. Потому что этим занимаются другие специалисты. Ну, почему вот зависит от других специалистов, которым нет доступа у вас? Вот вообще как бы спокойствие и благополучие 94-летней бабушки. Ну, если эта информация указана, значит, ожидайте звонка. Время я вам озвучила, которое указано. Хорошо. Вот если заказать видеозвонок с моего телефона, если они вот не позвонят, вот раз уж вы о нем упомянули, скажите, я со своего аккаунта, со своего номера могу заказать звонок? И чтобы они посмотрели на бабушку. Звонок не заказывается, просто вы зазваниваетесь, и сразу осуществляется звонок. А, то есть и сразу видео включаем, да? Да. Прекрасно. Значит, возможно, сегодня это получится. Ладно. Возможно, вам даже придется... Как вас зовут? Инна. Инна. Вот, возможно, если вы окажетесь прямо, даже вот вам спасибо, скажем, публичное какое-то. Чего не скажешь о других ваших сотрудниках. Никто нам вообще про эту видеосвязь даже не сказал. Хотя это же способ идентификации клиента, видеосвязь. Там же видно, кто говорит, и по паспорту видно, да? По видеосвязи можно, знаете, да, но разблокировка, возможно, так не произойдет по видеосвязи. Но это неправильно. Я уже как бы... Я даже не буду с вами об этом спорить, поэтому не беспокойтесь. Ну, хорошо, я вас поняла, что лучше просите видеосвязь, когда будут звонить, если они будут звонить. Спасибо. Хорошо, всего доброго. До свидания. Почните, решили ли ваш вопрос в контактном центре? Скажите... Ответь! В другом. Ответь, ответь. Там, тебе звонят. Слушаю. Вас не слышно. Вы меня слышите? Ты слышишь ее? Слышу. Я слышу. Врут. Я так и знала, что будут говорить, что не слышно, как вчера. Нарочно делают это все. Вранье. Что, что? Да врут, что не слышно. Ответь, быстро, ответь. Алло. 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 Мам. То есть, Саш, что это такое? В чем дело, а? Развонок не только продлился. А почему? Опять началось то же самое. Развонок не ничего. Да не ты виноват, блин. Это они опять. Вот, если бы я не задыхала... Да лежи спокойно. Оператор ответит вам в течение одной минуты. София, здравствуйте. София, здравствуйте. Только что разговаривали с вашими людьми. Дело в том, что служба безопасности должна сегодня связаться с моей матерью, которая вот сейчас рядом со мной сидит. И это ее номер телефона. Уже пытались дозвониться, но им, именно вашим, было не слышно. И вчера тоже вашим было не слышно. Вам меня сейчас хорошо слышно? Да. Вот знаете, почему-то вот вы меня слышите, а ваша служба безопасности и люди, которые работают с нашим обращением, нас якобы не слышат. Это очень странно. Давайте вы им сообщите, что мы готовы принять звонок. Еще раз. Потому что мне непонятно, что делать, если им не слышно, а я перезвонить им не могу, чтобы им было слышно. Как быть? Я вообще хочу заказать видеозвонок. Давайте видеозвонок организуем. Так, мне потребуется вас со старшим соединить, чтобы я этот видеозвонок зарегистрировал. У меня, к сожалению, нет полномочий на это. Ну, соедините меня со старшим. Сейчас, подним минуту. Задыхаюсь, неплохо. Сейчас, мам. Секундочку одну. Подожди. Кхе-кхе-кхе-кхе. Спасибо за ожидание. Подскажите, какие номера контактные еще раз? С WhatsApp. 923. Саша, включи интернет там, чтобы WhatsApp был. Здесь звонок будет осуществляться именно на эти номера. Простым звонком не по WhatsApp. Если уже по видеосвязи, то там обычно звонок идет через телеграмму. Вы самостоятельно заказываете звонок. Все это долго я, наверное, не видел. Мам, мы тебе сейчас положим. Чтобы мне кладут переданную информацию, чтобы они позвонили именно на эти номера. Если по видео вы через WhatsApp не можете связываться, только через телеграм, то у нас нет телеграма. Тогда пусть звонят на любой номер. Еще один номер скажу. То есть четыре номера в вашем распоряжении. И поскольку вы нас слышите, я вообще не представляю себе, как ваша служба аж на безопасности может не слышать кого-то. Служба наверняка должна лучше оснащена быть технически, чем вы, а на служба безопасности. И каким образом они нас не слышат, мне интересно. Ну, по сожалению, эта информация уже не указана. Я сижу с сотрудником, который занимается данным вопросом. Передам информацию. Свяжитесь, пожалуйста, в ближайшее время, потому что бабушка уже падает. Я понял. Я передам информацию прямо сейчас, после диалога. Хорошо. Связь с оператором. Слушай. Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует. Связь с оператором. Соединяю вас со специалистом. Анна Петровна, добрый день. Какой у вас вопрос? У нас вопрос следующий. Можно мне говорить за неё? Я её дочь. Я слышу. Служба безопасности позавчера договорилась с нами о связи. Вчера, судя по всему, оттуда звонили девушки и всё время говорили, что им нас не слышно. Далее. Сегодня назначенное время. Звонят опять из вашей службы безопасности и опять говорят, что им нас не слышно. Вот, может быть, вы нас сейчас переведёте на вашу службу безопасности, поскольку это взаимно оговоренное время об интервью с нашей бабушкой, вашей службы безопасности. Они хотят с ней поговорить. Но постоянно утверждают, что им не слышно нас. Что нам делать-то? Вы пробовали прибавить громкость в телефоне? Им не слышно. Вашей службы безопасности нас не слышно. Какую громкость? Вам же нас сейчас слышно? Вы слышите нас? Может быть, вам там громкость прибавить, а? Анна Петровна, переключить на, как вы говорите, службу безопасности я не могу, потому что нет такого перевода. Вы ожидаете звонка. Я сейчас уточню этот вопрос. Оставайте снарение. Было слышно. Так в том-то и дело, что нам их слышно, а они говорят, что якобы им нас не слышно. Что является, извините, грубым враньём уже. Что бы делать? Ну, подождём. Сейчас она просила оставаться на линии нас. Какая игрушка? Ну, для них люди игрушки, очевидно. Старые, инвалиды. Патролить. Прогазлайтить. Анна Петровна, звонок сегодня поступит. Пожалуйста, держите при себе телефон. А если будет не слышно им опять нас, что делать-то? Попробуйте говорить громко. А может быть, они на другой номер перезвонят? Я вчера вашему менеджеру оставляла 4 номера телефона. 906. Вы их указывали раньше? Да. Больше не надо указывать. Тогда звонок заканчиваем. Может быть, они звонят в это время, да? Вы видите входящий звонок? Нет, я не вижу. Всё, да? Да. Всего доброго. Ждём. А зачем-то это нужно, да? Ну да, мама. Алё, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Анна. Вот уже всей семьёй я, мой сын и моя мать Разжигаева Анна Петровна, клиенты вашего банка, пытаемся уже с 4 номеров с вами как бы выяснить отношения. Ваша служба безопасности сама назначила встречу бабушке по телефону с 16 до 17 по местному времени. Тем не менее, вот уже, извините меня, 20 минут осталось до стечения этого срока, и ваша служба безопасности до сих пор не может с нами качественно связаться или не хочет. Я подозреваю, что не хочет просто. Надежда Владимировна, у вас сроки ещё не вышли, пожалуйста, ожидайте, а кто с вами связан. Бабушка, больная, лежачая, вы её то в офис приглашаете, то просите подождать. У вас сроки указаны, пожалуйста, ожидайте, сроки выйдут, можете к нам обратиться, мы проконсультируем. А как вы проконсультируете? Вот я сейчас звоню с другого номера, вот тот номер, на который они должны позвонить, лежит рядом, никто не звонит. Я с вами могу прекрасно 20 минут ещё беседовать, пока они не позвонят нам. Надежда Владимировна, у вас сроки ещё не вышли, я повторюсь, пожалуйста, ожидайте. Я жду, сижу, вы мне не мешаете ожидать, у меня другой телефон совершенно завязан на разговор со службой безопасности, он лежит, молчит рядом. Я разговариваю с другого номера, вообще, с другого аппарата с вами, я ожидаю. И просто между делом пытаюсь выяснить, что происходит. Падамин, вопрос, я вас не смогу проконсультировать, я вам звоню, из-за чего может быть данная ошибка. Я ответила на ваш вопрос. Вы мне лучше потеребите службу безопасности, чтобы они позвонили бабушке, потому что она ждёт, бабушка лежит. Ну, поймите, у нас работает банк в штатном режиме. Наша семья тоже живёт в штатном режиме. Нам дали несколько минут, чтобы с ней посидеть здесь, поговорить. Вы что хотите, что мы тут весь пансионат потревожили из-за вас? Сами сказали, до какого времени вам могут позвонить. Пожалуйста, ожидайте. Я сказала, что я приду и позвоню вам, сообщив о том, что мы готовы. А сотрудник вам что ответил? Они сказали, да, да, ваши сотрудники сказали, да, конечно, если мы не будем звонить, вы нам позвоните. То есть согласились с тем, что я сама вам позвоню и напомню о себе. Елена Владимировна, давайте я сейчас её найду в программе, буду проверять ещё. На какой программе? Вы позвоните им, скажите, что мы ждём звонка. Бабушка устала. Не чтобы знать, куда обратиться, что проверить. Служба безопасности. Я, наверное, лучше уже знаю, кто у вас там чем занимается. И у меня, наверное, лучше связь уже с вашими службами. Скоро будет точно. Одна корпорация, никто не знает ничего, кто где находится, как кому позвонить. Надо же, как интересно. Тоже интересно будет людям узнать об этом, что их ждёт, если они заключат с вами договор на обслуживание. Передайте, пожалуйста, трогу, маме, чтобы я её нашла в программе и проверила информацию. Если выдержит моё сердце. Назовите её данную, дату рождения, номер телефона, я её найду в программе. Мама, говори. Что? Сейчас тебя будут спрашивать. Здравствуйте, меня зовут Данна, я с этим дамом. Назовите, пожалуйста, вашу данную рождение. Дату рождения назови свою. 1929. А месяц и день? 11 ноября. Так, номер телефона можете назвать? Это её привязанный номер. Ты, мам, хоть его помнишь, нет? Чё? Год какой ещё раз? Город Кемерово. Год рождения? Скажи, мам, год рождения. 1929, 11 ноября. Так, Надежда Владимировна, сейчас... Может, я не знаю, что я могу... Ой, ещё раз скажите, пожалуйста, что-что? Сейчас связи с другим специалистом. При необходимости могу вас на него перевести. Ожидайте, пожалуйста. Да, жду. Я говорю, может, ты не знаешь, что я могу задуматься, а это не тянуть в пылье? Ну, наверное. Ты уж дыши поглубже, мам. Там задыхаешь. Дыши глубже, мам. Дыши, дыши. Носиком дыши. Здравствуйте, меня зовут Яна. Я являюсь руководителем смены по контактному центру. Анна Петровна? Мам, сейчас с тобой будет Яна говорить из контактного центра. Ага. Говори, мам. Алло. Здравствуйте, меня зовут Яна. Анна Петровна, специалист мне передала информацию, что вы ранее обращались по вопросу о разблокировке личного кабинета и с вами до сих пор не связались. Все верно? Да. Одну минуту, пожалуйста. Я сейчас посмотрю информацию по заявке, есть ли уже ответ от службы безопасности. Не ответ нужен, а связь со службой безопасности. Они же хотели с ней поговорить лично. Зачем ответ-то нам? Они связываются самостоятельно. Они не связываются самостоятельно? Ну, был же запрос оформлен позавчера, что они свяжутся. Анна Петровна. Мам, говори. Анна Петровна, послушайте. Направлюсь в службу безопасности. Пока что вопрос находится у них в работе. Они с вами могут связаться в любой момент. Пожалуйста, ожидайте. Какой любой момент? Яна, мы договаривались... ...по определенного времени, по определенное время. Оно уже выходит, это время. Мы же договаривались. Направлю еще раз информацию для ускорения решения. Да какое решение? Позвоните им, скажите, что... Пусть звонят на любой из номеров, которые я вам дала уже. Четыре номера. Мы ждем же, бабушка задыхается уже. Вопрос находится в работе. Необходимо... Яна, вы понимаете, как это будет звучать, когда люди все это будут слушать? Несколько дней подряд. Издевательство над старухой с вашей стороны. Давайте решать вопрос по-хорошему. Для решения вопросов и необходимым мероприятием, для того, чтобы помочь в решении вопроса Анне Петровне, моим коллегам были предприняты. Сейчас вопрос находится в работе в службе безопасности. Какие были предприняты меры? Они сказали, что свяжутся с ней и поговорят. Ожидайте, пожалуйста. Уже осталось меньше десяти минут. Бабушка устала. Я информацию передам еще раз. Пожалуйста, ожидайте. Других, к сожалению, вариантов нет. Как это нет? То есть человек не может взять трубку и позвонить? Вариантов нет таких. Они что, роботы у вас? Информация направлена уже в смешное подразделение, по каким критериям работает служба безопасности. К сожалению, такая информация не предоставлена. Как только вопрос будет обработан, информацию... Скажите, когда вам звонит ваш муж с работы, вы как долго обрабатываете его запрос, чтобы ответить на звонок? Вопрос не относящийся к деятельности банка. Ну, а зато относящийся к человеческим каким-то критериям. Вы что, там роботы все? Я еще раз спрашиваю. Вот вопрос такой задаю вам. Соботники работают согласно внутреннему регламенту банка. Предполагают негуманное отношение к старикам и инвалидам? Все необходимая информация была передана. Необходимо ожидать решения. Сколько еще ожидать решения? Уже время выходит. Вопрос может запрещен в любой момент. Пока мы с вами разговариваем, они могут также вам звонить. Они пусть звонят. Телефон, с которого я вам звоню, он совсем не тот. Тот лежит, молчит. Телефон, понимаете? Никто мне не звонит. Позвольте, пожалуйста. Я жду, вот с вами разговариваю тем временем. В данном случае информация перед на смежное подразделение необходимо только ожидать. Ну, Ян, я с большим удовольствием на самом деле с вами разговариваю. Вот чем больше вы говорите свою стандартную празу о том, что бабушка 94-летняя должна ожидать, пока молодые парни, девушки соизволят до нее дозвониться наконец-то, хотя они держат ее деньги, ее зарплату, да? Которая ей принадлежит, а не вам. Которую вы зажимаете своими блокировками. Вот чем больше вы мне будете рассказывать, что мы должны ожидать, тем интереснее будет всем людям послушать это. К сожалению, другой информации мы сообщить не можем. Ян, очень хорошо. Мне нравится ход ваших мыслей. Продолжайте в том же духе. Я записываю. Пожалуйста, пожалуйста, звонка. Я жду и как бы с вами с удовольствием разговариваю. Какие-то другие вопросы на текущий момент будут? Есть у меня другой вопрос. Когда, значит, вам будет 90 лет, допустим, если вам удастся дожить до этого возраста, вы будете клиентом Сбербанка? Анна Петровна, про спрощение, а вы задаете вопросы личного характера? Про Сбербанк я задала вам вопрос. Вот вы бы сама, вы сама стали бы клиентом Сбербанка, будучи 90-летней бабушкой. Вы опять задаете личный вопрос. Да как же он личный? Я же про Сбербанк спрашиваю. Если другие вопросы у вас будут отсутствовать, я еще раз направляю информацию на приоритетное рассмотрение. Время прошло уже, ожидание. Смотрите, мы договаривались до пяти часов, уже осталось шесть минут. Когда они собираются с ней разговаривать? Шесть минут осталось до конца срока. Информация находится в работе, служба безопасности, ожидайте, пожалуйста. Ян, что-нибудь другое можете еще сказать, кроме вот этой фразы? Если нет, другой информации я вам сообщить не могу. А почему вы не сообщите службе безопасности, что надо срочно связаться, бабушка ждет? Информацию я направила уже. То есть как вы ее направили? Через Магадан направили? В банковском программном обеспечении. А нельзя ли просто ножками сходить, либо позвонить по телефону? Экстренный случай. Бабушка старенькая ждет вас. Я повторюсь, для решения вопросов все необходимо было... Вы робот, Яна? Вы живой человек? У вас дети есть? Я буду вынуждена с вами попрощаться. Яна, у вас дети есть? Дети, родители у вас есть, Яна? Вы задаете вопросы личного характера. К сожалению, другие вопросы вы не задаете. У нас вообще в Конституции прописано гуманное отношение к старикам, детям, инвалидам. У нас есть специализированные законы о гуманном отношении к инвалидам и о их равных правах. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее... Ну, я заметила, как ваши специалисты, как черепахи, которых за водкой послали, делают все возможное. Уже, извините, с 27 февраля делают все возможное и делают бедные. Целая куча специалистов, огромная. Корпорация бабке позвонить не может. Несколько дней. Не слышно, понимаешь? Яна, алло. Я вас слушаю. Ну, как вы мне ответите вот на эти вопросы? Почему вы такие, извините меня, звери-то, а? Это же фашизм натуральный. Так себя вести, это фашизм натуральный. Вы звери просто. Что, простите? Да вы звери, говорю. Звери вы. Вы озверели. Пожалуйста, по решению вопроса. Ян, вам не надоело одно и то же долдунить, как попугаю? Ян. Ян, я вынуждена буду выложить ваши ответы в интернет. Ваши бессердечные. Просто уму непостижимые ответы, когда бабушка ждет вас, 94-летняя, и говорит, что она устала вас ждать. Я вас услышала. Другие вопросы отсутствуют? Да, конечно. Какие к вам могут быть вопросы, Яна? Ну, какие к вам? К боту могут быть вопросы. К бездушному совершенно. Все вопросы, все необходимые мероприятия были предприняты. Другие вопросы вы, к сожалению, не задаете. Я всем прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Да, да, конечно, Яна. Очните, решили ли ваш вопрос в контактном центре? Обязательно решили. Ну, конечно, конечно. Нет. Минус миллион. Минус миллион. От ноля до минус миллиона. Почему вы поставили эту оценку? Я ваш виртуальный ассистент Афина. Я знаю, что вы оставляли обращение. Хотите, я проверю его статус. Антон. Антон, здравствуйте. Уже 17.01. Где ваша служба безопасности? Что? Ваша служба безопасности. Почему не звонит нам? Как обещали они. Что случилось? Обещали. У нас случилось, что служба вашей безопасности с нами планировала связь с 16 до 17. Сегодня. Где дозвон вашей службы безопасности на телефон моей мамы? На какой телефон? Мы должны были вам сажать за ног. 950. Где ваша служба безопасности? Пожалуйста, я вас в первый раз прекрасно услышал. Назовите, пожалуйста, дату рождения вашей бабушки. Мама, скажи дату своего рождения. 1929-й. 11 ноября. Странно, что вы говорите, что вы меня хорошо слышите. И только ваша служба безопасности меня упорно не слышит. Это российская связь, а китайской нету, да? Нет, мама. Это не связь. Это Сбербанк. Ожидайте, пожалуйста, не более двух минут, сейчас информацию проверим. Да сейчас уже пойдем скоро. Никто до ночи тут сидеть не будет, соответственно. Как я вижу, у вас зафиксировано обращение на вашем номере, на данном номере. С вами служба безопасности свяжется повторно. Как она повторно свяжется, если у нас время было назначено? С вами в это же время свяжется повторно. В какое? В это же время? В какое? В какую дату? Простите. У нас было время назначено конкретное. Пока мы находимся в этом месте, но время уже вышло. Когда они собираются повторно связываться? Еще раз вас спрашиваю. Мы же уйдем отсюда вместе с телефоном. Бабушка останется уже как бы вне доступа. С кем они собираются разговаривать? Они с бабушкой хотели поговорить. Послушайте, пожалуйста. Я слушаю. С вами именно повторно свяжется на следующий день. Если сегодня звонок, то мне прошло. На следующий день. Это как? Нас здесь не будет рядом с бабушкой на следующий день. 9 марта. Но должна в любом случае ваша бабушка говорить о него. Бабушка находится в пансионате. И мобильный телефон, извините, смартфон, мы оставить не можем рядом с бабушкой. Поскольку она самостоятельная, им пользоваться не может. Не может она держать. У нее ручки ничего не держат. Ножки не ходят. Вам понятно это? Я вас понимаю. И что? Вот вы понимаете? Они сейчас должны связаться с нами. Потому что сейчас мы отсюда уходим. Телефон бабушкин лежит, не звонит. Вот он час лежит и не звонит. Нам никто не звонит. Один раз попытались дозвониться. Сказали, что им не слышно. И все. Так вы что-то сделаете со своей связью. Вот мне все хорошо слышно. Я сижу тут в городе Кемерово. Мне все слышно. А вы где? В Москве находитесь? Вот вы сейчас... Где? В Саранске. Где? В Саранске. В Саранске? А что вы делаете в Саранске? Потому что в школу-центре находится по всей России. Почему сразу должен находиться в Москве? Где служба безопасности? В каком городе находится? Она есть в каждом городе. А почему я с Саранском разговариваю, будучи в Кемерове? Тогда свяжитесь с Кемеровской службой безопасности. Мне нужно, чтобы служба безопасности обосновала то, что ей меня не слышно. Если у меня с какого-то Урюпинска постоянно будут пытаться служба безопасности из Урюпинска со мной связаться, ну да, тогда правомерно, что, возможно, ей меня не слышно, поскольку это Урюпинск. Но я разговариваю из областного центра. Мне вас прекрасно слышно. Каждое слово ваше слышно. Моему диктофону каждое слово ваше слышно. Почему ваша служба безопасности, серьезного системного банка Российской Федерации, самого главного, можно сказать, банка, не слышно? Возможно, ограничения по связи у вас были. Да какие ограничения по связи? У нас-то, почему у нас-то, нам-то все слышно? Нам все слышно, видно. Мы с вами спокойно, вот уже час уже беседуем по телефону, уже час записи с вами. Мы не час с вами беседуем, а 10 минут. Ну, с вами 10 минут, а перед этим еще было 4 человека из Сарансков, наверное, тоже каких-то. Я не представляю, как это все работает. Но факт тот, что служба безопасности системного банка, главного банка огромной страны, не может быть так плохо технически оснащена, чтобы было плохо слышно, когда любому другому слышно хорошо. Логично? Я же вам говорю, какие могут быть причины, из-за того, что вас не слышно. Что? Ну, это почему-то я вам уже говорю, какие могут быть причины, из-за того, что могут же быть не слышно. Меня интересует, сейчас не слышно, не слышно? Почему попыток звонка даже нету из вашей службы безопасности? Даже попыток нету. Вот лежит телефон, ее молчит. Звонков нету. Вы же говорите, ранее был звонок. Один, но он нас не слышал. Дальше-то что, целый час делал ваш сотрудник? Который должен был связаться. Я вам еще раз говорю, мы не видим, что наш сотрудник делает. В какой причине смог до вас дозвониться. Также на службу безопасности, к сожалению, пересез не можем. Такой линии нет. Это что, ответ на мой вопрос? Чтобы я вас перевел на сотрудник службы безопасности. А к кому я должна еще обратиться? У вас все делается через колл-центр? Через колл-центр, через чат? Делается через колл-центр. И работают сплошные передасты. Я передам там что-то, я кому-то передам. В итоге выясняется, что ни у кого связи прямой нету с теми людьми, которые должны с нами разговаривать. Служба передастов. Контактный центр Сбербанка называется служба передастов. В общем так, я заканчиваю с вами разговор. Мне это надоело. Другие вопросы у вас остались? Да какие к вам могут быть вопросы к службе передастов попугай? Вы опять пропадаете. Ну я пропадаю, потому что я телефон уже на колено положила. Потому и пропадаю. Время-то вышло. Чего с попугаями разговаривать? Смысл-то какой. С бессмысленными, беспощадными, жестокосердными попугаями, которые стариков мучают. Никакой логики нету. Никакой ответственности. До свидания, милое создание. Алло. Алло, слушаем вас. Алло. Петровна, я могу услышать по данному? А вы кто? Меня зовут Татьяна, сотрудник Сбербанка. Татьяна, сотрудник Сбербанка. Мы на сколько договаривались с Анной Петровной разговаривать? Звонок был осуществлен. Мы слышали. Вам не было слышно. Но не ответили. Неправда. Вы сказали, что вам не слышно и бросили трубку. У меня записано это на диктофон. Была повторная попытка звонка. Не было повторной попытки звонка. Потом мы звонили целый час, даже больше часа, разговаривали с контактным центром и просили, чтобы они передали вам информацию, что мы с нетерпением ждем вашего звонка. В это время мы звонили не с номера Анны Петровны, а с другого телефона. К сожалению, все то время, что мы проговорились с вашим контактным центром, не было ни единого звонка с вашей стороны. Даже никакой попытки. Даже дозвона не было. Сейчас мы находимся уже не с Анной Петровной рядом. Мы договаривались, что с четырех до пяти по местному времени будем вас ждать. В пансионате никто не будет нас держать, там, чужих людей со стороны. Правильно? Я вас поняла. Я вам больше не могу извинения. Успокойся. Чего доброго? Ну, знаете ли, как бы, этим дело не кончится на самом деле. Поэтому ждите продолжения. Вы меня поняли? Алло. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. До свидания.